В Украине может появиться новая денежная единица, финансовый вексель. Правительство хочет ввести его в оборот для погашения всех государственных долгов. Крупные производители вместо денег будут получать ценные бумаги, но что с ними делать дальше, пока не ясно. Правительство обещает разработать механизм погашения. Противники нововведения утверждают, что это может обернуться крахом промышленности и невыплатой зарплат. Пока законопроект находится в парламенте, депутаты ищут золотую средину. Тему продолжит Ольга Червакова. Это терминал Донецкого аэропорта, построенный перед чемпионатом Евро-2012. Уже почти год, как здесь отшумели футбольные фанаты, а за возведение объекта до сих пор не рассчитались генподрядчикам. Это долги, накопленные в апреле-майе 2012 года и по декабрь 2012 года. Около 400 миллионов. Как вернуть деньги в правительстве не знают. Говорят, в бюджете их просто нет. Предлагают взять ценными бумагами. Спросить у этого подрядника или у другого. Если ты сможешь покласти под заставу в банк цей вексель и получать объемы деньги, это выход для тебя? Он скажет, конечно. О том, чем векселя будут отличаться от вот такой бумаги, крепко задумались все, кому должно государство. Возможно, не обесценится до 50%. Это придет к тому, что моя компания потеряет еще больше денег. В зоне риска окажется выплата зарплат и само производство. Даже в проправительственных фракциях у депутатов много вопросов. Если у нас нет четкого понимания доходности, нет четкого понимания срока обращения, нет четкого понимания возможности применения векселя в качестве платежного средства, то голосовать закрытыми глазами фракция не будет. Создание таких механизмов пока только обсуждается. А закон уже принят парламентом в первом чтении. Государство берет в долг и откладывает возврат своих долгов. Откладывает их на 2-5 лет. Соответственно, через несколько лет, когда придет время возврата этих денег, что надо будет делать? Единственный вариант – это печатать. С введением векселей правительство начинает жить непосредством, говорит бывший руководитель Минфина Игорь Уманский. Он рисует диаграммы. Вот это кривая накопления государственного долга. Выникает очень простая ситуация, когда эти бурги не будут чем погашать. Как следствие, получаем ситуацию дефолту. Дефолт – это не возможность сплачивать за своими бургами. Все это, очевидно, понимают и в правительстве, и в парламенте. Законопроект о введении векселей наделал столько шума в профильных парламентских комитетах, что его пока отложили на потом. Дискуссии по этому вопросу идут, они еще не закончены, поэтому законы не вынесены на рассмотрение в зал. Главные противники нововведений – крупные предприятия-экспортеры. В кулуарах говорят, именно их парламентские лоббисты из проправительственных фракций отказались поддержать законопроект Кабинета министров. Если бы документ вовремя не сняли с рассмотрения, его бы провалили. Ольга Червакова, Евгений Сакун, Инна Белевская и Николай Василюк. Подробности – телеканал Интер.